Комбинаторная эргодическая теория – это наука, которая возникла в 70-е годы XX века. Прежде, чем рассказывать о комбинаторной эргодической теории, мне, собственно, надо объяснить, что такое эргодическая теория. Тем более, это тоже достаточно молодая по математическим меркам наука, которая чуть больше века. Эргодическая теория или теория динамических систем – это сходные, близкие понятия, возникла из задач механики теории дифференциальных уравнений. Рассматриваются какие-то механические системы, в которых выполнен закон сохранения энергии. Например, можно взять нашу Солнечную систему, если отбросить все прилетающие в нее объекты и рассматривать ее как замкнутую такую систему планеты Солнца, то это будет динамической системой. Другие примеры механические. Например, возьмем мы сосуд с водой, будем размешивать водичку каким-то миксером, сколь угодно сложно, это не важно, главное действует по одному и тому же закону. Это тоже динамическая система. Ну, то есть, динамические системы занимаются областями, которые состоят из точек или молекул, можно считать, планет, на которых действует один и тот же закон. Надо сказать, что в теории динамических систем есть не только механические задачи, и это и обеспечивая популярность теории динамических систем в математике. Можно рассматривать в качестве этих молекул или точек, скажем, действительные числа и действовать на эти числа каким-то преобразованием, которое число переводит в другое. И тогда, если мы интересуемся динамикой конкретной точки, конкретной молекулы, а это и есть предмет теории динамических систем, то, значит, результаты движения конкретной точки говорят нам что-то о свойствах чисел. Ну, типичный вопрос теории динамических систем – это, конечно, вопрос поведения отдельной молекулы. Точнее сказать, рассматриваются молекулы с точностью динамера нуль, то есть молекулы, которые ведут себя прямо уж совсем аномально выкидываются. Ну, или еще более строго можно выразиться так – рассматривается какой-то конечный под объем моей вот жидкости, капля, и смотрится, что вот по действию миксера с этим объемом произойдет, как он расплывется. Это все очень хорошо, но где же здесь каменаторика? Каменаторика – это наука, которая занимается дискретными объектами, раскрасками, сочетаниями. В каком-то смысле это антоним теории динамических систем, его противоположность. Все началось с теоремы Семереди, замечательной теоремы Семереди, которые Эндре Семереди доказал в 1969 году, первую версию, потом в 1974 – вторую. И доказал он такой красивый, понятный комбинаторный факт. Предположим, что у нас есть множество натуральных чисел, бесконечное множество, и определим плотность этого множества. Ну, определяется она достаточно естественная. Возьмем отрезок натурального ряда от 1 до n, посчитаем, сколько точек множества попало в этот отрезок, потом поделим на число всех точек, то есть на n, рассмотрим такое отношение и возьмем предел. При n, при длине отрезка, стремящийся к бесконечности. Надо еще взять тут верхний предел, но это уже техническая сложность. Тогда теорема Семереди утверждает, что какое бы множество у меня не было, лишь бы у него была положительная плотность, пусть даже очень маленькая, одна миллиардная или десятимиллиардная, тем не менее неминуемо это множество содержит арифметические прогрессии сколь угодно большой длины. Арифметическая прогрессия – это последность точек на одинаковом расстоянии друг от друга. Например, 10, 20, 30, 40 – это прогрессия длины 4. Хорошо, это замечательный комбинаторный факт, возможно, глубокий, но при чем здесь динамические системы. И это уже заслуга другого математика, замечательного классика теории динамических систем Фюстенберга, который занимался не только комбинаторной эргонической теорией, а вообще эргонической теорией и много там что сделал, но он, собственно, и основал вот эту науку. Оказалось, что вот эта комбинаторная задача теоремы восьмереде просто-напросто эквивалентна следующему динамическому утверждению. Давайте посмотрим на мою молекулу вот в этом нашем сосуде с миксером, ну, на типичную молекулу, и зададимся таким вопросом. Верно ли, что молекула когда-нибудь вернется в свое изначальное состояние, ну, или если чуть-чуть более строго говорить, в свою окрестность, близко к своей изначальной точке вот этой вот, в свой домик, так сказать. Или же она может блуждать сколько угодно долго. Оказалось, что в любой динамической системе типичная точка всегда возвращается, причем бесконечно много раз, но время возвращения, оно не контролируется, про него сказать ничего нельзя. Тем не менее, теорема Семереди вот в этой вот динамической переформулировке говорит нам о том, что типичная точка будет возвращаться, причем через равные промежутки времени и сколько угодно долго. То есть, скажем, существует такой момент времени, миллиард, что точка через миллиард секунд вернется, также она вернется через 2 миллиарда, через 3 миллиарда, через 4 миллиарда и так далее. Ключевое в этом утверждение эквивалентность. То, что вот этот вот динамический факт, связанный с теоремой Семереди, еще можно понять, потому что теория динамических систем изучает абстрактные, очень общие системы. Но оказалось, что эти два утверждения, непрерывные, дискретные, просто-напросто эквивалентны. И значит, они просто-напросто описывают один и тот же объект. Вообще, с этого утверждения, принципа соответствия Фюстенберга, и началась комбинаторная эргоническая теория, она очень сильно развивалась и уже не просто передоказывала эквивалентность каких-то комбинаторных фактов динамическим феноменом, а вносила новые идеи, новые результаты в саму комбинаторику, в теорию чисел и так далее. Вообще, вот этот динамический подход, он замечательен тем, что позволяет увидеть очень далеко. Часто динамисты доказывают такие комбинаторные утверждения или числовые утверждения, которые комбинаторикам или аналитикам недоступны. И вот мы, глядя на эти утверждения, потом подтягиваемся к ним. С другой стороны, конечно, за все надо платить, и у динамического подхода есть некий изъян, все рассуждения, которые в нем имеются, неконструктивны. Вот, например, через сколько вернется, сказать мы не можем, мы можем сказать, что только оно вернется. Последним достижением комбинаторной органической теории это была теорема Грина-Тау-Циглер о том, что простые числа, множество чисел, которые обладают тривиальными делителями, только единицей с самим числом, вот это множество чисел содержит не только арифметические прогрессии, это предмет знаменитой теоремы Грина-Тау, но также и полиномиальные арифметические прогрессии, то есть прогрессии такого вида. Ну, обычная арифметическая прогрессия – это последовательность, которая определяется начальной точкой, а также шагом. Отложим мы шаг несколько раз, мы получим всю арифметическую прогрессию. Другими словами, арифметическая прогрессия – это множество значений некой линейной функции, которая имеет начальную точку, ну и шаг. Так вот, оказалось, что можно брать не линейные функции, а произвольные многочлены с какими-то условиями, и даже более серьезные и непонятные объекты. Вот это вот все позволяет доказать комбинаторная органическая теория. Поскольку комбинаторная органическая теория в каком-то смысле находится на крае науки, в авангарде, она постоянно поставляет новые инструменты и методы в старые классические области, вроде теории чисел или комбинаторики. Последнее достижение – это совершенно непонятная с теоретикой числовой точки зрения переформулировка гипотезы Гауэрса о нормах Гауэрса. Ну, чтобы сказать совсем просто, методом комбинаторной органической теории удалось обобщить простые тригометрические функции, типа синуса и косинуса, которые изучают в школе. Это уж совсем просто. Какая здесь проблема? Конечно, это замечательно, что дискретные и непрерывные объекты связаны. Это показал Фистенберг, это здорово, но поскольку они связаны, это означает, что за ними стоит еще какой-то третий объект, который и обеспечит вот эту взаимосвязь. Вот что это за объект? Как его найти? Как его охарактеризовать? Неизвестность до сих пор. Это, я думаю, задача для будущих поколений математиков. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok